Вспоминаю детство Зеленые поля Но я увидел хаотическое Нагромождение крыш А направо внизу нашу улицу Которую узнал не сразу В общем, черт меня дернул Забираться на крышу Очень страшно было Возвращаться вниз Если бы вместе со мною Не поднималась девчонка Я не уверен, что смог бы спуститься Эта девчонка была Очень храброй И она не была романтиком Увидеть сверху зеленые поля Она не ожидала Пока мы лезли вверх Ее волновал только один вопрос Не заметит ли нас зычная дворничиха Взобравшись на крышу Она деловито спросила Ну, где твои зеленые поля? И не ожидая ответа Первая ловко и быстро Стала спускаться вниз Я полез вслед за ней Готовый зубами Вцепиться в железные ступени лестницы Когда я встал, наконец На надежный асфальт двора У меня так противно дрожали ноги Что я поскорей ушел домой Но она все заметила И раструбила подвору Что у меня болезнь Боязнь высоты Ее отец был врачом И она любила всем приписывать Разные болезни О которых слышала дома Во дворе было Двенадцать мальчишек Моего возраста Мы именовали себя Чапаевской дивизией А все соседские мальчишки Были для нас катпелевцами И нетрудно догадаться Что гражданская война На нашей улице Сильно затянулась В нашу дивизию Входила еще и та девчонка Что лазила со мной на крышу Если бы у Чапаева Не было его пулеметчицы Анки Возможно бы Не приняли девчонку В нашу дивизию Но я не очень в этом уверен Уж больно отчаянной Была эта наша девчонка У нее было прозвище Танька-встанька В драках ее часто сбивали с ног Но она так стремительно вскакивала И снова кидалась в битву Что иной раз Именно это повергало Капелевцев в растерянность С другими девчонками двора Она не дружила А ребята ее уважали Некоторые даже побаивались Распад нашей дивизии Произошел по многим И очень сложным причинам Хотя тогда мы этого не понимали Все началось с того Что однажды Все мы стали пионерами Нас привлекла возможность Носить красный галстух И салютовать поднятой рукой Вместо того, чтобы говорить Здравствуйте Но дело это Оказалось гораздо серьезнее Чем мы думали На всю жизнь Запомнился мне Первый пионерский сбор Наш вожатый Сережа Колосков Привел на сбор Седова дядьку Который оказался Участником Революционного восстания Рабочих На Красной Пресне Поминутно покашливая В громадный Закорузлый кулак Он рассказывал нам Удивительные истории Особенно нас потрясло Что все О чем он рассказывал Происходило вот тут Рядом Где мы ежедневно бывали Кудринская площадь Никитские ворота Монтулинская улица И вот здесь Оказывается Были баррикады И шли сражения А как раз На углу Кудринки Был ранен в грудь Старичок Который все это Нам рассказывал Я помню Как после сбора Все мы пошли На Кудринскую площадь И долго стояли там Молча Вглядываясь В серые неприметные домишки Которые были Молчаливыми свидетелями Героических сражений Только Щербаков Задумчиво сказал А я думал Все бои были только В Царицыне Да на Перекопе А когда мы вернулись В свой двор Он вдруг показался Нам маленьким И совсем не таким Интересным Как раньше Пойдем побьем Капелевцев Предложил Колька Ларский А ну их Равнодушно Обронил Валька Архипов Все же Наша гражданская война В тот день Не окончилась Только она стала Какой-то Вялой И скучной И еще Начались Предательства Самое первое И самое страшное Предательство Совершил Федька Петров Он был Командиром Нашей дивизии И в один Ужасный день Отрекся От своего Боевого Поста И вообще Махнул На нас Рукой И тогда Я принял Командование Дивизии Совершенно Деморализованный Предательством Федьки Прошло Немного Времени И вдруг Только Щербаков Ни с того Ни с сего Подружился С одной Девчонкой А она Оказалась Из Капелевского Двора Ее брат Был там Первой Заводила Только Стал хаживать Во двор К врагам И в один Прекрасный День заявил Что драться Он больше Не будет И что вообще Все эти драки Чистое Хулиганство Следующий удар Нанесла Танька Встанька Произошло Это так Еще раньше Мы как-то Вдруг заметили Что она Красивая Девчонка И даже Похожа На одну Артистку Кино Первым На это Обратил Внимание Наша Мой ближайший Помощник По командованию Дивизии Валька Архипов Но он Этим Не ограничился И попросту Говоря Влюбился В Таньку И она В свою очередь Тоже стала Поглядывать На Вальку Что-то Сонными Глазами Они Стали Стесняться Друг друга А одновременно У них Появилось Необходимость Встречаться Вдвоем И разговаривать На какие-то Секретные Темы Попытка Провести Среди них Массово Воспитательную Работу Окончилось Провалом Валька Стал Отлынивать От дел Дивизии И в конце Концов Сославшись На то Что у него Плохи дела В школе Совсем Вышел Из дивизии Вслед за ним Дезертировала И Танька В течение Весны Дивизия Развалилась И гражданская Война На нашей улице Прекратилась У меня Появилась Масса Свободного Времени И наверное Именно Из-за этого Я тоже Влюбился В Таньку Другого Объяснения Этому факту Я найти Не могу А когда Это случилось Я Вальку Архипова Возненавидел Водвойне Я тогда Еще не знал Что это Ревность Но я твердо Знал Что Валька Мешает Мне Жить Несколько Слов О Вальке Чтобы Чтобы не Погрешить Против Правды Я обязан Сказать Что он Был Очень Хороший Парень Главное Он был Очень Начитанный Собственно От него Мы впервые Узнали О Чапаеве И Капелевцах В кино Мы увидели Это позже Да и много И другое Мы узнали От него Помню Однажды Он вышел Во двор И сказал Нам Все мы Ничего Не стоим А вот Павка Корчагин Это Да И начал Рассказывать Про этого Павку Я потом Сам Прочитал Эту книжку Действительно Павка Оказался Настоящим Героем Я только Подумал Павке Очень повезло Что он Оказался Там Где Война А появись Настоящие Белые На нашей Улице Мы бы Тоже Не дремали В тот День Когда я Окончил Читать Книгу Про Павку Корчагина Нашим Капелевцам Мы Всыпали Как Никогда И так Не случайно Что Валька В моей Дивизии Был Фактически Комиссаром Он Вполне Подходил К этой Почетной Должности Кроме Того Он был По-настоящему Храбр Капелевцы Боялись Его Не меньше Чем Меня А может Быть И Больше И вот Этот Самый Валька Стал На моем Пути Я Долго Мучился Изобретая Тысячи Способов Устранения Соперника Избрал Избрал Я Способ Такой Я Решил Поговорить С Таней Объяснение Состоялось На углу Спиридоновки И Садов Был Тихий Весенний Вечер Легкий Морозец Прихватил Землю И новый Ледок Вкусно Хрустел Под ногами Галки Тучами Метались В розовом Небе Оглашая Москву Сумасшедшим Граем Мы С Таней Шли Из Школы Валька Тогда болел И в школу Не ходил Лучших Обстоятельств Для объяснения Нельзя было Придумать Итак Мы Остановились На углу Спиридоновки И Садовой Посмотреть Как летает Галыча С Таей Где она Сядет Таня Стояла Запрокинув Голову К розовому Небу Ее лицо Тоже Стало Розовым Она была Очень красивая В эту Минуту Вальке Опять Грипп Сказала Она Какой-то Он Слабый Расположен К разным Инфекциям Мне Почудилась В ее Фразе Нотка Разочарования И я Сказал И что Он Вообще Дал С тебе Этот Валька Таня Удивленно Посмотрела На меня И Видимо Все Поняла Она Взяла Меня За дрожащую Руку И сказала Пойдем Мы Шли По Спиридоновке И Оба Молчали Она Все Держала Меня За руку И шла Немного Впереди Мы Остановились У ворот Нашего Дома Таня Отпустила Мою Руку И Не Глядя На меня Сказала Ты Тоже Хороший Но Не Такой Как Валька А А что Валька Сказала Я Запальчиво Ты Ты Сама Сказала Что Он Слабый И Расположен К Этим Как И Валька Совсем Другой Перебила Меня Таня Совсем Другой Ну Вот Скажи Ты Б Мог Пронести Меня На Руках Через Всю Жизнь Мог Бы Я Вероятно Слишком Буквально Понял Эту Задачу И Задумался Ну Вот Видишь Насмешливо Сказала Таня Ты Думаешь А Валька Сам Говорит Мне Это Каждый День Каждый День Последние Два Слова Она Крикнула Уже Вбегая В каменный Тоннель Ворот И Крикнула Так Громко Что Прохожие Обернулись Я Пошел На Патриаршие Пруды И Просидел Там На Лавочке До Поздней Ночи На Другой День В школе Таня Пробегая Мимо Меня Сунула Мне Книжку И Сказала Прочитай Там Где Бумажка Это Была Книга Рассказов Максима Горького Я Вышел На Школьный Двор И Спрятавшись За угольную Кучу Открыл Завернутую Страницу Я Прочитал Подчеркнутое Если Уж Я Полюблю Так На Всю Жизнь Это Была Фраза Героини Одного Поставил Такой Восклицательный Знак Который Должен Был Говорить Не Меньше Слов На Другой День Я В школе Передал Книгу Тане Как Сейчас Помню Это Было В Пятницу А В Субботу У меня Поднялась Температура 39,5 Я Заболел Воспалением Легких И Как Потом Говорила Моя Мама Не Умер Только Случайно После Болезни Меня Увезли На Юг К Тетке Где Я Прожил Все Лето А Осенью Переехали Туда Жить Мои Родители И Таким Образом Оборвалась История Моей Первой Любви Оборвалась Чтобы Никогда Не Возобновляться Но И Никогда Не Быть Забыты Совсем Недавно Снова В Москве Я Стоял На Остановке Троллейбуса Был Свирепый Зимний День Солнце Оранжевым Кругом Висело Над крышей Высокого Дома И Трудно Было Поверить Что Это То Самое Солнце Которое Может Греть Морозная Дымка Стелилась Доль Широкой Улицы За Хвостами Автомобилей Мгновенно Таяли Клубы Белого Пара Мороз Был Такой Сильный Что Трудно Было Дышать А Троллейбуса Как Назло Не Было Вы Последний Услышал Я Позади Себя По всей Вероятности Буркнул Я И Принялся Перчаткой Оттирать Замерзшее Ухо А Чапаев Был Между Прочем Более Вежливым Человеком Услышался Я Все Тот Же Голос Позади Я Не Сразу Понял Что Это Относилось Ко Мне Но Все Так Обернулся Позади Меня Стояла Высокая Красивая Женщина Она Смотрела На Меня В Упор И Улыбалась Танька Встанька Воскликнул Я Не Очень Уверенно Легендарный Комдив В тон Мне Ответила Женщина Я Уж Не Помню Точно Что Мы Говорили В Эти Первые Минуты Встречи Наверное Мы Говорили Обычные Глупые Фразы Которые Произносят Все В таких Обстоятельствах Мы Вместе Протиснулись Переполненный Троллейбус И Стоя Вплотную Лицом К лицу Бесцеремонно Разглядывали Друг Друга В Ее Глазах Привыкаем Ко всем Следам Времени И К появившейся На висках Седине И К морщинам И К подозрительному Блеску Вставных Зубов Но Если Мы Встречаем Хорошо Знакомого Человека Которого Не Видели Много Лет Мы Вдруг Остро Ощущаем Совершившийся Пролет Времени Мы Смотрели Друг На Друга И Молчали Ну Как же Придумать Вопрос Не Столь Стандартного Живу Ничего Смешно Как Бывает Но Буквально Сегодня С Валентином Вспоминали О Вас С Как Валентином Как Не Стыдно Забывать Валька Архипов Он Мой Муж Я Так И Не Передумала Татьяна Засмеялась А Что Вы Должны Были Передумать Боже Мой Как Не Стыдно Все Так Забывать Помните Книги Когда Передумаешь Будет Поздно У Меня Эта Книжка Цела И Если Вы Зайдете К нам Я Предъявлю Ее Как Вещественное Доказательство Правда Заходите К нам Валентин Будет Очень Рад Он Ведь Так Любил Вас Она Начала Пробираться К выходу И Уже От Дверей Махнув Мне Рукой Крикнула Обязательно Приходите Мы Живем Там У Меня В Днем Я Подходил К дому Моего Детства Раньше Я Не раз В деловой Московской Спешке Проходил Мимо Этого Дома Но Никогда Не Испытывал Такого Волнения Как В этот Раз Как Только Я Вошел В каменный Тоннель Ворот Увесистый Снежок Ударил Мне В грудь И Тотчас Диким Криком Бей Фашистов В тоннель Ворвалась Дерущаяся Орава Ребят Своинственным Делом Я Прижался К стене И сражение Пронеслось Мимо Меня Покрышкин Заходи В лоб Крикнул Векрасный Паренек И Мгновенно Ребята Исчезли Это Была Уже Не та Игра В которую Играли Мы Время Пролетело И над Детскими Играми А Вот И пожарная Лестница На Которую Я Лазил В Надежде Увидеть Зеленые Поля Дверь Открыла Сама Таня И Мне Показалось Что Увидев Меня Она Растерялась Я Подумал Что Ее Приглашение Было Обычной Формой Вежливости И Она Не Рассчитывала Что Я Приду Она Молча Ждала Пока Я Снимал Пальто И Потом Довольно Сухо Сказала Проходите Сюда Из Темной Передней Я Вошел В Очень Светлую Комнату И Не Сразу Все Увидел Таня Стояла В Стороне И Напряженно Наблюдала За Мной Я Повернулся Вправо И Увидел Черные Глаза Блестевшие На Белом Квадрате Подушки Я Увидел Сначала Глаза А уж Потом Длинное Тело Человека Полулежавшего На Постели Не Зная Что Отец Тани Давно Умер Я Подумал Что Это Он Но В Это Время С Постели Послышался Голос Ну Чапаев Подойди Сюда Покажись Своему Комиссару Сомнений Быть Не Это Лежал Валька Архипов Я Медленно Подошел К постели И Мне Почему-то Стало Страшно Теперь Я Уже Увидел Узкое Лицо И Острые Плечи Прикрытые Простыней Мне Навстречу Из-под Одеяла Выскользнула Белая Рука Пожимая Эту Слабую Руку Я Словно Ища Поддержки Оглянулся На Таню И Она Наверное Поняв Мое Состояние Подошла Пододвинула Мне стул И Сама Села В ногах Валентина Я Сел Не Зная Что же Теперь Говорить Я Почему-то Всегда Боюсь Разговаривать С больными И И Испытываю Стыд За то Что Я Здоров Ну Братец Сказал Я Неестественно Весело Узнать Тебя Совершенно Невозможно Встретю Тебя На улице Ни За что Не Узнал Я Уставился на него С выражением Явного Испуга Не Фугайся Старина Сказал Он И Положил Свою Легкую Руку На Мое Колено Я Сейчас Тебе Все Объясню Ты Слышал О том Что Недавно Была Война Слышал Ну Вот На Этой Войне Я Командовал Батальоном А Когда Мы Наступали В Белоруссии В Трех Шагах От Меня Разорвался Снаряд Который Нашел Возможном Не Разнести Меня На Клочки А Ограничился Тем Что Всадил Мне Три Осколка В Позвоночник А По выражению Одного Госпитального Доктора Позвоночник Это Стержень На котором Держится Вся Человеческая Конструкция И Вот У меня Стержень Этот Перестал Держать Конструкцию И Я Лежу Лежу И Все Все Для Тебя Понятно Я Посмотрел На Таню Она В это Время Смотрела На Валентина Ее Лицо Было Озарено Доброй Улыбкой Так Вот Мы И Живем Сказала Она Продолжая Смотреть На Валентина Все В этой Комнате Напоминало Мне Обстановку Квартиры Николая Островского В Которая Мне Приходилось Бывать Еще При Жизни Писателя Около Постели Было Много Книг К стене Был Придвинут Пюпитр Который Вероятно Устанавливался На постели Когда Валентину Нужно Было Писать А Главное Это Человек Полулежащий На Подушках Его Легкие Почти Прозрачные Руки Где-то Зазвонил Телефон В Дверях Показалась Танина Мама Валя Сказала Она Включите Вашу Трубку Я Так Напряженно Слушала Его Разговор По Телефону Что Сейчас Могу Совершенно Точно Воспроизвести Все Его Слова Да Я Спасибо Я Чувствую Себя Прекрасно Слушаю Так Так Подождите Ка Я Что-то Не Понял Последнего Нет Вы Повторите Пожалуйста Так Так Ну так Что же Именно здесь Вами и допущена Ошибка Эта формула К данной Задаче Никак не Относится Ну конечно же Благодарить Меня не за что Просто надо Быть Внимательней Хорошо Вы Весь комплекс Пересмотрите Заново И затем Позвоните Мне Ничего Я буду Ждать Вашего Звонка До свидания Валентин Положил Трубку Около Себя И добродушно Улыбаясь Сказал Способный Паренек Но как Иной Поэт Увлеченный Музой Забывает Вдруг Грамматику Так и Он Да Я же Не сказал Тебе Что теперь Моя Стихия Математика Почему Теперь Поправила Таня Валентин Окончил Математический Факультет Еще перед Войной Ну Положим Я его Не окончил Государственный Экзамен Я не сдал Как же Ты попал На фронт Вырвался У меня Валентин Посмотрел На меня Жестким Взглядом И Тихо Раздельно Произнося Слова Спросил Как Это Попал Я Ушел Добровольцем Разве Ты Не был На фронте Был Ответил Я Смущенно Я Был Корреспондентом А Валентин Засмеялся Метки И залпы Фашистский Стрелятник Рухнул Вниз Так Было И так Ну Ну Не Обижайся У нас В математике Тоже есть Свои Специалисты По Стрелятникам И вообще Мы не о том Говорим Таня Взяла С пола Какую-то Книжку И вышла Валентин Снова Положил Свою Легкую Руку Мне На колено Спасибо Тебе Большое Сказал Он Тихо Он Помолчал Немного Если бы Ты знал Какое Счастье Для меня Что Она Есть На земле В мою Эру Не она Так я Не знаю Что со мной Было бы Она Отыскала Меня В госпитале На Урале Привезла Сюда И с тех пор Ну буквально Несет Меня На своих Слабых Руках Я сдал Кандидатский Минимум Буду Защищать Диссертацию На степень Кандидата Наук Работаю При университете И все Это Она 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 Сама Мечтала Стать Актрисой А из-за Меня поступила Теперь На математической Вот Говорят Жена Моя Половина Таня Все Три четверти Если не больше Это такое счастье Что она Есть Он сказал Все это тихо Медленно Выговаривая слова И глядя куда-то Мимо меня Помолчал И спросил У тебя есть жена? Была Разошлись Не понимая Этого Не понимая Ты меня Извини Это у вас Так получается От того Что Без любви А мне Вот Повезло Что ли Илья В нашем Районе Всю любовь Себе Захватил Он Тихо Засмеялся В это время Заркатала Телефонная Трубка И он Снова Разговаривал По телефону Потом мы Вспоминали Детство Друг у друга Узнавали Судьбы Своих Сверстников Я ушел Когда начинались Ранние Зимние Сумерки На углу На том самом углу Спиридоновки И Садовой Я совершенно Машинально Остановился В небе Метались Галочи Стаи Но небо Не было Розовым На противоположном Углу У большого Нового дома Стояли Юный парнишка И девушка Которая Все порвалось Уйти Но парень Удержал ее За руку И они Опять Стояли И смотрели На галочи Стаи И говорили О чем-то И хотя Я не слышал Их слов Мне хотелось Верить Что они Говорят О настоящей Любви Которая Красива Как подвиг И вечно Позже Которая